всем привет во первых во вторых пришел контрактный двигатель на sorento история продолжается как помните тот мотор старый восстанавливать было очень дорого было принято решение искать контрактный в общем-то владелец вот нашел контактный мотор визуально в принципе он выглядит неплохо совсем навесным короче бери доставь вот но мораль такая есть пару нюансов нюанс первый здесь что-то уже замазывали герметиком еще пока не отковыривали это нам будет в любом случае сейчас звонить владельцу говорить ему об этом возможно здесь дыра в блоке далее и второй момент вот здесь все было упаковано все отверстия были вот закрыты пакетиками в общем-то ничего такого не было видно что внутри вот сейчас я снял пакет увидел в каком состоянии дроссель вот так же он что-то как будто бы подклинивает здесь при транспортировке его немножко коцнули то есть дроссель любом случае будет старый ставится и смотрим сюда здесь все заросло блин землей фоксом вот какой пробег я не знаю на этом двигатель но судя по вот этому вот не маленький покупая бушный двигатель да и вообще в любую запчасть не стоит надеяться что вы купите новый новую деталь новую запчасть вот она может оказаться вот в таком состоянии то есть виду он вроде красивый чистенький но внутри там может быть все печально владелец сам покупал этот мотор пусть он звонит в контур где он покупал мотор и будет дальше уже объяснять ситуацию решать этот вопрос здорово ниша здорово ладас Что, как дела? Хорошо. Когда у нас было плохо? Что у тебя, StarX с ходовкой? Нет, StarX с этим, скажи, с Ту-ложкой. Клиент наш жал, приехал на Ту-ложку, дианосика ходовки посмотрели, говорит, жалуется, АБС горит. Говорим, ну мы-то знаем, в чем причина. Все вы сюда загляните. Видите, крючатка АБСа. Датчик с той стороной стоит, можем показать. И на Grand StarX есть одна болячка, вот такая. Он сгнивает. Ну, ржавчина его растопыряет, и он лопается. И АБС у вас перестает работать. И вот эта деталь идет только вместе с новой ступицей. У меня вот такой вопрос. Как ты думаешь, что целесообразнее делать? Ремонтировать двигатель, капитальный ремонт делать? Или сейчас покупать какой-нибудь бэушный из Авито? Когда ты его откапиталишь, ты будешь уверен на 100%, что он целый, рабочий, с гарантией. Покупать на Авито – это кот в мешке, который вообще без гарантии. Или искать конторы, которая с гарантией. Ну, просто тут все зависит от бюджета, от того, что ты хочешь получить в итоге. Если тебе надо, например, продать машину, как у нас большинство людей это делает, знаете, чтобы собрал мотор, и чтобы она просто поехала, то дешевле этот. А если для себя, по-человечески, то, конечно, капиталить, и ты будешь уверен в нем, что он не развалится там на первые тысячи, например, в первый же месяц. Так что тут сколько людей, столько мнений. Ну, в основном у нас люди отталкиваются под деньгами, потому что по нынешним ценам это не дешево. И у нас просто, как всегда, люди – у меня нет денег, но, типа, мы там можем пойти навстречу, там, ну, как говорится, там чуть-чуть, там чуть-чуть, но все равно мы же не соберем бесплатно мотор и запчасти наши. Это же тоже надо понимать. Так что, как-то вот так. Привет, Костин. Привет. Чем занят? Уважаемые телезрители. Чем занят? Обычно это Ошка плановая. А Х-35, да? Да. Автовладелец решил купить бэушный двигатель, не стал ремонтировать. Ты как считаешь, вообще, при всех рамках... А его мотор ремонтировать было нецелесообразно? Дизель, он... его убить сложно. Крайне редко они умирают, очень редко. В данном случае было проще купить другой мотор. Он, да, он неизвестный, но он не умирает. Ну, там что может сдохнуть? Максимум, гидрокомпенсаторы, рокера, ну и цепь поменять. Все. В общем, если крутится двигатель, то... Ну, в дизеле, да. Как бы, дизели они выносливые. Ну, все, понял, спасибо за информацию. Здорово, Артем. Ну, здорово, дружище. Что-то как? Да ничего, пойдет. А ты чем занят? Что-то интересное тебе какая-то? Да племянник там мотор попросил собрать. Вот я этот свой выходной вышел. Сейчас дышечку мы соберу, да поеду домой. А что за мотор? ВАЗ-2106. А машина тоже ВАЗ-2106? Нет, машина 7 классика. Да. Времяннике сколько лет? 16? Да, он так пока упражняется, да? Да, что-то упражняется. В автомобиле страницы. Ему надо было позвать с Абожием, он рядом стоял, тоже что-нибудь подкручивал. Вот так тоже пора. Или это сюрприз не было? Да нет, он купил ее сам там накопил, что-то 30 тысяч. 50 тысяч. Со сколько времени. Купил ее, и вот острадаю я, понимаешь? Ну, слушай, у меня в принципе вопрос такой-то. Ты как вот читаешь, при всех равных условиях, когда ломается, допустим, жестко двигатель, капитальный ремонт любого мотора? Возможно. И ты бы что предпочел, да? Пойти поискать ПРУ или контрактный, или все-таки попробовать постараться капитальным словом? От капиталя. Это однозначно. Для себя, да, ты... Для себя, да. Для себя бы от капиталя. Ну, я покупал раз контрактный двигатель, но я ему вовсе недовольный. Я его в итоге все-таки, ну, уже контрактный разобрал. Но он был лучше, чем мой, конечно. И контрактный, это то, что купил от капиталя. Ну, как бы, он был в целом хороший. Я его разобрал, он, видимо, долго лежал там. Чисто сальнички, мальнички поменял, колечки заменил. Он масло жрал, я его купил, а он жрет масло. Я его не стал сдавать обратно. Я его разобрал, поменял. Ну, вариант такой возможен, в общем, да? Ну, да, там, конечно, по сложности. Если купить контрактный, и от капиталя дешевле, вот в моем случае, получилось, нежели капиталя свой, потому что у меня там в разоз пошел вообще весь. Я купил контрактный, а от капиталя у меня все-таки это обошлось дешевле. Ну, понял, да. Но у меня была мысль, когда я его купил, разобрать, посмотреть, а потом... Ну, там же все, нельзя разбирать ничего. Ну, да. Если бы мне разрешили сразу бы разобрать, вот этот двойной съем, снятия поставить не было. Я бы его сразу... Можно было сразу разобрать, перевести все в порядок. Да, и поставить уже разу, и забыть про это все. Ну, понял, ладно. Удачи. Давай, друзья. Здорово, Егор. Здрасте. Как жив и здоров? Все отлично. Чем занимался, что делал с Портером? ГРМ меняли. Замена ГРМа, приводного ремня, там, по мелочам, профилактика. Все, закончил уже, да? Да. Слушай, вопрос такой. Ты как считаешь, при необходимости капитального ремонта двигателя, любого, ты что предпочтешь? Все-таки попробовать по капитали двигатель, если есть возможность, или бросить, зайти и купить какой-нибудь с Авито? Самый рациональный выход из ситуации – это сделать капремонт. Ну, если там объективный расход идет, если не сверх стоимости машины. Если ценник разумный, то самый лучший вариант – правильно откапиталить, с правильными запчастями, в правильном месте. Для себя сделать нормальный? Для себя самый лучший вариант – сделать свой, восстановить все до заводских параметров. Самый хороший. А есть вообще вот среди корейских моторов сейчас, которые самые распространенные, ну, дизельные, допустим, такие D4, моторы, которые не ремонтируются вообще? Не существует. Нету, да? Не существует моторов, которые невозможно сделать. То есть любой двигатель можно, да, при желании? При желании, любой двигатель можно сделать. Сейчас современный мир такой, что технологии позволяют восстанавливать любую железку. Ну, все, я понял, слушаю тебя. Спасибо. Созвонились с владельцем, объяснили ему ситуацию. Вот. По поводу, ну, мойки коллектора, то есть он сказал мыть. Все, я снял, помыл. Все, теперь там чистенько. Также пришлось установить старый кронштейн навесного оборудования, так как тот кронштейн, он предполагает электрорейку. Здесь у нас стоит гидроусилитель. Вот. Также пришлось поставить старый компрессор, потому что, ну, ну, другой компрессор. У него здесь стоит клапан и, соответственно, здесь другой разъем. Тоже сказали об этом владельцу, на что он ответил, что это якобы метка продавцов. То есть у них все блоки, все двигатели помечены таким образом. Якобы они там замазывают значки Hyundai Ikea. В общем, что-то в таком роде. То есть он сказал, это под его ответственность ставим и не заморачиваемся. То есть берки никакой там нет. Ну, слово клиента, как говорится, закон. Так, у нас на Туэ установлен уже двигатель. Залиты, ну, не все жидкости, залито масло в двигатель. Что у нас еще? Залито в гидроусилитель. Ну, сейчас это будет все прокачиваться. Антифриз еще не заливался. Кондиционер тоже еще пока не заправляли. Сейчас будет, ну, тестовый запуск. Красунки у нас, как обычно, сняты, чтобы прокачать масляную систему. Топливо мы уже прокачали через компьютер. Вот. Все, сейчас иду в салон, кручу, жду, пока не погаснет лампочка давления масла. Далее буду подключать форсунки и уже запускать. Подожди, там пускай пена выдохнет. Выдохнет. Там пены много. Пенная? Пиво пенная будет морда здоровенная. А у меня руки трясутся, я не попаду. Давай, чуть-чуть подлил. Ай-я-я-я-я! Папа! Так, двигатель, ну, вы, в принципе, слышали, как он работает, запустился, без проблем. Таких, в общем-то, посторонних звуков никаких не слышно, работает. В принципе, нормально. Но, опять же, он еще холодный, то есть ему нужно дать время поработать, прогреть до рабочей температуры. Вот, неизвестно, сколько он там валялся у них на складе. Так, в принципе, течи пока не обнаружено. Место, которое было залеплено герметиком, у нас сухое. В общем-то, оттуда ничего не потекло. Ну, сейчас, в принципе, дособеру сверху, долью антифриз, поставлю защиту. Хотелось бы пожелать все-таки клиенту, наверное, последнего, первого и последнего контрактного двигателя, чтобы он уже с этим не сталкивался. Да и всем, в принципе, этого желаю. Вот, не запускайте свои автомобили, то есть следите за ними, вовремя обслуживайте. Если все-таки неприятности у вас случились по той или иной причине, то вы можете смело обращаться в наш сервис. Мы всегда будем рады помочь. Поможем, сделаем качественно. Вот, и проблем у вас не будет в дальнейшем. Все, на этом, наверное, заканчиваем. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok